Андрей Букин родился в семье агрономов и уже с раннего возраста связал свою жизнь с природой. Я достаточно быстро сообразил, что буду заниматься посадкой декоративных и других деревьев и растений, которые приносил из леса. Тем самым я полностью избежал картофельного гнета и сажал деревца, что вызывало у многих удивление. Садоводу принадлежит немалое число проектов на территории Ленинского района, связанных с обустройством парков. В 2014 году он принял участие в ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» и был награжден номинацией «Шаг вперед» дипломом второй степени за проекты «Грецкий орех в Подмосковье». Эта награда присуждается за социально значимые проекты, направленные на развитие Московской области, а ее цель – поддержка и поощрение гражданской активности. Вот такое вот дерево грецкого ореха у меня выросло на подмосковной даче. Я хочу развеять миф о том, что грецкие орехи не растут и не плодоносят у нас в Подмосковье и в Средней полосе. И вырастить его можно вот из такого обычного грецкого ореха, к которому мы привыкли. Андрей Букин доказал, что зимоустойчивые сорта деревьев, проживаемые в Московской области. Также на протяжении нескольких лет садовод выращивает в домашних условиях такое редкое растение, как лотос. И в этом году Андрей Николаевич снова примет участие в губернаторской премии нашей Подмосковья, но теперь с необычным цветком. Его проект водного парка «Лотос» направлен на создание комфортной среды для отдыха на водоемах Подмосковья. Это не только цветок, это медицина, там очень много лечебных свойств. Это благоустройство наших водоемов, парков, что можно в дальнейшем использовать. Это мало кто знает, что корни лотоса едят. Едят, и мало того, на одном растении это 30 килограмм в виде, скажем так, ну как наши баклажаны, достаточно увеситые, до килограмма питательного продукта. Лотос не только красивый цветок, он занесен в Красную книгу и имеет лечебные свойства. Его семя, прежде чем прорасти, может пролежать длительное время. Лотосы можно вырастить в любое время года, но для этого нужны определенные условия и правильный уход. Андрей Букин планирует в этом году посадить множество таких цветов в водоемах Подмосковья. Ведь, как он сказал, лотос это цветок счастья, и чем чаще мы будем его встречать, чем счастливее станет наша жизнь. Анастасия Воронина, Владимир Андрианов, Елена Кошелева. Видно этого.